Ежегодно во всем мире 9 февраля отмечают свой профессиональный праздник все стоматологи. Данный род деятельности является многопрофильным и затрагивает большой спектр направлений. Такие как лечение пациента, профилактика заболеваний, проведение различного рода операций, установка пломб и многое другое. Как поясняет специалист стоматологической поликлиники Гульнара Мусаева, самым распространенным заболеванием зубов является кариес, который приводит к осложнениям при несвоевременном лечении. Кроме того, рассказала о различных мерах профилактики. Хочется призвать наше население очень проявить сознательность и своевременно обращаться к нам за помощью. За помощью не только лечебной, но и профилактической. Раз в 6 месяцев рекомендуют проходить профилактический осмотр у стоматолога, чтобы своевременно, не доводя до осложнений, выявить эти заболевания. При профилактической работе вообще, наверное, выделяются разные группы, свои, да, скажем так, населения. И группы повышенного риска – это дети, беременные женщины, которым особое, ну, внимание должно быть, потому что в период роста, развития, формирования и во время беременности, в это время наша зубочелюстная система, в частности, особенно зубы, подвержены наиболее сильно поражению, болезням. Каждые 2-3 месяца обновлять зубную щетку. Они бывают разные, это зависит от щетины, натуральной, искусственной. С натуральной щетиной чаще надо вообще обновлять зубные щетки. В продолжении беседы также рассказала, что стоматология, как правило, делится на несколько специализаций, где каждый профилированный врач ежедневно оказывает десяткам пациентам квалифицированную медицинскую помощь. У нас есть в поликлинике детские стоматологи, которые специализируются, у них есть специализация по детской стоматологии, есть хирургическая стоматология специализация, есть ортопедическая, есть очень хорошие парадонтологи, у нас есть кабинет парадонтологический, где занимаются именно лечением десен. По завершению встречи специалист также поздравила своих коллег с профессиональным праздником, пожелала успехов и благополучия в столь важной и благородной работе.